Начать нашим клиентам я бы порекомендовал, конечно, с общего клинического обследования. Тут не надо пугаться, тут надо просто понять, что если у вас тахикардия, экстрасистелы, комфгорли, кишечник, чувство головокружения, давление, слабость, сонливость и так далее, очень важно успокоить себя нормальным клиническим обследованием. Утразвук, МРТ, эндоскопические исследования, анализы крови, консультации со специалистами. Главная задача – это отсечь реальную органную патологию, потому что, только не пугайтесь, многие физиологические проявления неврозов, тревоги, беспокойства и так далее могут указывать на наличие того или иного заболевания. Главное – это сделать хорошее исследование и услышать от врачей, ничего серьезного у вас нет. Уже в 11 классе ребята, с кем я заканчивал школу, они уже видели, что слишком много мне задают вопросов, и слишком много я с людьми разговариваю по душам, если можно так сказать. Были даже какие-то моменты, меня спрашивали, если уж откровенно говорить, какой номер билетика у меня будет на экзамене, какой вопрос. Ничего мистического, просто какая-то интуитивная такая была история, когда я с людьми разговаривал. У меня со школы еще за правым ухом была такая шишечка небольшая, я думал, что это лимфоузел, особо внимания не обращал, но лимфоузел, лимфоузел. Он как-то увеличился и не уменьшался. И он стал увеличиваться в какой-то момент. Мне все, бабушка моя по папиной линии говорила, что иди проверься, папа говорил, иди проверься, иди проверься. Я приезжаю в какую-то больницу, мне делают ультразвук, говорит, идите, посидите, я выхожу, мы с папой там сидим, что-то ждем. Я вообще не придавал никакой значимости этому. Меня приглашают, говорит, садитесь, я говорю, спасибо, я постою. Они говорят, нет, вы присаживайтесь. Я говорю, слушайте, у меня там Турция через две недели, мне нужны таблетки какие-то, что попить там и так далее. Они говорят, это не лимфоузел, это опухоль правой заушиной слюной железы. Я говорю, прикольно, говорю, что? Они говорят, мы не знаем, какая она, потому что уже ты два года или три года с ней проходил, какой она морфологии, какого она качества, никто не знает, надо срочно делать пункцию, смотреть молекулярные исследования и принимать решения. Но это еще, говорит, не все. Самое забавное, что у тебя в аккурат в центре этой опухоли проходит ствол лицового нерва. Я говорю, что это значит? Они говорят, что это значит, что если мы удаляем твои опухоли, чуть-чуть задеваем нерв, то у тебя правая половина лица остается парализованной, не работает вообще. Операция шла 8 часов под микроскопом. И выглядело это примерно так, что, представь себе, цветок, корни цветка, которые надо очистить от земли. Собственно говоря, такая тонкая операция. 8 часов человек под микроскопом выделял каждую веточку нерва, чтобы иннервация сохранилась максимально. В общем, сделали операцию. 8 часов под наркозом, 3 дня реанимации, потом восстановление, компрессия нерва, правая половина лица не работает. И в этот момент, когда я уже вышел из больницы, я понял, что что-то поменялось. Я как-то по-другому смотрю на людей, по-другому смотрю на многие обстоятельства. Мне стали люди гораздо интересно глубже. То есть я ходил по улице и смотрел на них, и казалось, что я понимаю интуитивно, что происходит даже в человеке на дистанции. Уже операция прошла как год назад, это не последствия наркоза, нет. И я стал чувствовать какой-то дискомфорт. Я участвовал в фотосессии, какой-то дискомфорт. Я выходил на сцену, на промо-акции, какой-то дискомфорт. И в один прекрасный момент в гримерке у меня по ногам пошло какое-то анемение, застучало сердце. И я очень стал себя плохо чувствовать. Это была самая первая такая паника, но я не сильно испугался. Я как-то быстренько пошел, умылся, вышел на свежий воздух. Как-то я не успел испугаться. А потом я пришел через две недели еще на какое-то мероприятие. И опять перед выходом на сцену, вот тут меня накрыло уже по полной программе, я был уверен, что у меня сердечный приступ. Я был уверен, что сейчас что-то случится. Я подбежал к менеджеру, говорю, слушай, я не смогу выйти на сцену, по-моему, мне плохо. Он говорит, Лёв, ты просто кофе перепил, успокойся, иди. Я помню, что я вышел на сцену, я даже отработал. Но я очень сильно испугался. Потом я ухожу из этого ресторана, прихожу в новый ресторан, где я уже управляющий директор. И вот там по полной программе мое ВСД, там по полной программе мои паники и расцвели. Я понимал, что надо обследоваться. Я пошел обследоваться, и по результатам обследования мне сказали, что у тебя с сердцем все хорошо, что это с психологией. И вот тогда я начал сам изучать то, что было. Это был где-то 2006 год. В Ютьюбе ничего не было, в интернете ничего не было. Были только книжки Андрея Владимировича Курпатова по вегетатике, по ВСД, паническим атакам. С этого я и начал. Очень важным открытием, моим личным было в 2006 году. Это упражнение провокация, усиление. Я интуитивно настолько устал от симптомов, от паники, от страха, что сказал, ну и фиг, умру и умру. И вот тут мне становилось легче. И вот так я интуитивно нашел случайное упражнение, где мы не сопротивляемся, где мы проживаем панику, где мы, скажем так, наполняем себя страхом. Я поделился с ним, с этим упражнением на форумах, я поделился этим упражнением в социальных сетях. Его до сих пор используют огромное количество людей и психологов. Оказалось потом, спустя много лет, что это научно обоснованная парадоксальная интенция, которая много лет использовалась в терапии тревожных расстройств в Америке. Я был уверен, что эта проблема локально моя. То есть я был уверен, что такой идиот только я, который что-то не понимает, который перенервничал, мне было стыдно. Я был уверен, что это только моя проблема и больше таких людей нет. И справился с паниками, их больше не было. Справился с пониманием, сам себя образовал, сам себя вытащил из этого состояния и начал вести маленький блок в Одноклассниках. Я стал отвечать абсолютно бесплатно в Одноклассниках и за полтора года так устал отвечать в Одноклассниках, что просто в какой-то момент решил закрыть эту группу, потому что я реально устал. И я взял просто телефон, снял, тогда YouTube давал по 15 минут только, снял 2 или 3 видео о том, что такое ВСД, как это связано с вашими эмоциями и что такое паническая атака. Загрузил их в группу и улетел отдыхать в Турцию. И думаю, что на этом закончится тема этой психологии, потому что это мне остановилось, как-то меня остановило напрягать это все. Я сосредоточился на работе менеджера уже другого, другой сферы. И я прилетаю из Турции и у меня 300 неотвеченных вопросов. Как вас найти? Как вас найти? Только вы объяснили, откуда, блин, мне помогло. А это, что, блин, мне и очень помогло. Спасибо вам большое, только вы открыли глаза. И я сижу дома, нифига себе. И оказалось, что я был первым в российском YouTube, и вообще в России, кто стал снимать об этом видео. И когда видео стало больше на YouTube и люди стали приходить на YouTube, эти ролики оказались таким прорывом. И тут меня стали троллить, естественно, на форумах, у тебя нет образования, откуда ты это знаешь, да это шарлатан, куда он лезет, мы страдаем уже много лет, ты хочешь нам помочь, это все не работает, ты кто это такой, посмотреть на него, да это обычный симпатичный парень, что он умеет. Мне как-то стало обидно, я не занимался тогда своей психотерапией, мне стало обидно, я думаю, дай-ка я пойду учиться, чтобы всем этим, значит, гоблинам показать, что я все-таки умею что-то есть образование. Так я пошел учиться в Московский институт психоанализа. В институте я учился по вечерам, параллельно работал в компании, и с 9 до 6 я работал в фирме, и с 8, нет, с 7 до 10 я учился в Московском институте психоанализа. По программе психолог-консультант, это полуторагодовая программа, с сессиями, сжатая программа, целью которой является изучение 18 основных предметов, которые позволяют вести психологическое консультирование. И в какой-то момент я понял, что моя работа менеджера уже уходит на дальний план, и я стал 1 марта 2012 года, я полностью стал работать как психолог-консультант уже и де-юро, и де-факто, полностью занимаясь с утра до вечера консультированием, каналом, семинарами и так далее. А когда я заканчивал институт, у нас был профессор Файзельберг, заведующий кафедрой психиатрии в Московском институте психоанализа, и он написал на доске 12 или 15 тем, которые студенты должны были взять для защиты. И вот одна из тем была невроза мегаполиса. И вот я так щелкнул в голове, я говорю, о, вот кажется, это то название, которое мне нужно. Если вас что-то задевает, вы ревнуете, вы обижаетесь, вам горько, вам обидно, вам вы разозлились. Это и есть те самые крючочки для работы над собой. То есть, если вы разозлились, скажите спасибо. Если вы на кого-то обиделись, скажите спасибо. Почему спасибо? Задайте себе вопрос, как я себя обидел, как я себя разозлил, как я это сделал. И вот это будет являться очень важным аспектом. На сегодняшний день разработан и апробирован обучающий тренинг онлайн, где вы можете присутствовать из любой точки мира, по понедельникам и четвергам, где вы обучаетесь когнитиноповеденческой терапии от работы с симптоматикой до работы над своими эмоциями. Тренинг набирается регулярно, вы можете пройти, он идет пять недель, вы можете пройти это обучение и увидите, каким вы пришли и что произошло через пять недель. Мы говорим не только о симптоматике вегетососудистой дистонии, эмоциональном расстройстве, но и именно акцент делается на работе над эмоциями, которые являются главной причиной возникновения тех или иных физиологических явлений. Очень важный момент. Если вы испытываете панику, вегетатику, депрессию, навещивые мысли и прочие вегетативные и эмоциональные проблемы, подойдите сейчас к зеркалу. Подойдите. И посмотрите на того, кто отображается в зеркале. Это вы себя пугаете, это вы себя депрессируете, это вы создаете отношение к тем обстоятельствам, которые у вас произошли с мужем, с женой, с детьми, с работой, с карьерой, со смыслом жизни, которого вы не можете найти и так далее. То есть вы сами сначала себя депрессируете, сами сначала себя злите по отношению к людям, которые вас окружают, сами создаете ревность, стыд, обиду, вину. Потом от этого испытываете проявление и потом опять сами себя пугаете. Поэтому первое, что я хочу вам сказать, это ваша ответственность. Это ваша ответственность к мыслям, которыми вы сами себя пугаете. Это вы себя пугаете. Конечно, потом это все стирается, вам кажется, что у вас проблемы только с симптоматикой. Нет. Это ваша ответственность. И первое, чему я буду вас учить, это ваша ответственность. Именно этим занимаются политики, дипломаты, именно этим я занимаюсь в политологии и в политтехнологии. Управление эмоциями. Если вы научитесь управлять вашими эмоциями, вы будете недосягаемы. Вы не только справитесь с вашими паниками, вы не только справитесь с вашей вегетатикой, но и вы сможете принимать взвешенные решения, вы сможете принимать решения, которые не будут противоречить, вызывать внутренних конфликтов, вы сможете добиваться результатов. Пока вы не научитесь управлять своими эмоциями, вы не сможете принимать решения, вы будете не спать, переживать, потеть и мокнуть, это будет проблемой, и не добьетесь результата в жизни. Второе, что я бы хотел вам пожелать, это упорство. Каждодневное упорство над собой, одергивание, как я сейчас себя пугаю, как я себя виню, как я себя стыжу, и каждый день заполнение специальных форм, о которых мы с вами говорим на наших занятиях. Это очень важно, очень важно научиться ответственности и упорству каждый день. Поэтому желаю вам успехов, это все преодолимо. Паника, вегетатика – это мелочи. Дальше начинается самое главное – это работа над своим характером, мировоззрением и управлением эмоциями. Кем бы вы ни были – кандидатом в президенты, дипломатом, политиком, политтехнологом, домработницей или студентом, или фрилансером – вы обычный человек, которому свойственны свои невротические стремления, невротические амбиции и эмоции. Научить управлять вас этим и есть моя работа. Успехов! Субтитры создавал DimaTorzok